вот снова мы подошли к нашему отелю где-то здесь на 26 этаже на эту сторону наши окна реально лучший отель в котором я жила за все наши путешествия во-первых с видом нам повезло потому что в гонконге когда нас поселили на 13 этаж мы такие вот да круто будет видно и мы просто открываем окна и впереди просто в двух метрах стена соседнего здания и здание которое там типа 40 этажей или что-то в этом духе ну в общем очень неудобно в нью-йорке последний раз нас поселили на второй всего лишь этаж из пяти там бы тоже не было ничего видно а еще когда-то мы были в нью-йорке снова и все равно не везло нам всегда с номерами поэтому валя забронировал в этот раз осознанно с видом и так мы в номере и я стою спиной к дверям для того чтобы вы понимали планировку этого номера наверное выйдет отдельным роликом типа наш сьют на двадцать восьмом этаже в офигенном отеле в дара или вадара короче я толком ничего не помню но рум-тур я вам покажу классно смотрите сразу на входе у нас есть небольшая кухонька здесь есть и вода плита мойка ну то есть все самое необходимое то что меня удивило это то что здесь нет никакой посуды то есть по сути это все ну не знаю даже для кого и для чего то есть видимо нужно идти и просить чтобы нам это все принесли естественно заниматься на этим не будем как и готовить здесь ну как бы это не очень нам нужно вот зеркало перед выходом вот она я и немножечко жарко в кроссовках но я решила что так потому что когда мы улетали было холодно и ходить там сланцах или брать сланцы с собой в лоукостер это значило за них платить или ехать в сланцах в минус 10 градусов поэтому выбор пал на кроссовки дальше идем вот смотрите небольшой такой столик очень милый очень приятный над ним интересная люстра мне прям она понравилась красивая и я не поняла что вот это такое муж говорит это какая-то открывашка для чего-то в общем я не знаю здесь можно шампанское но ценник конски реально в отеле вот еще одно зеркало на самом деле отель классный мне очень нравится можно вечером купить вина и пойти но самое потрясающее это конечно же вид панорамный во всю стену на вегас и наша двуспальная огромная кровать на которой мы можем выспаться без детей и так идем постепенно давайте посмотрим вид самое главное сейчас мы уже только что погуляли это вид получается не на центр но все равно круто вот это отель беладжо про который все знают который самый известный и вот там за ним дальше где стоит эти два башня между ними ей и вот этой водой проходит главная улица на которой происходит все движухи смотрите сколько там внизу народу в бассейне и в принципе у нас тоже на крыше есть классный басик который стоит 60 долларов я думаю что завтра мы туда обязательно попадем кровать заправлять я не стала вот она наша комнатка небольшая тоже все необходимое и разделено это все дело вот такой вот стойкой столиком за которым можно поработать и стеной деревянный в которой спрятаны тумбочки для хранения вещей два телевизора с этой стороны и с другой прикольно это все мне очень понравилось так номер такой стоит по моему порядка 500 долларов за две ночи в принципе у нас это стоит примерно также в москве в квартире типа лофт мне аренда этой квартиры обошлась 12 тысяч рублей поэтому в принципе сравнимые цены то есть это не какой-то заоблачно я думала что такие отели стоят ну там что-то нереальное супер дорого нет нормально здесь смотрите можно опустить или поднять автоматически шторы у нас дома тоже такое есть рулоны эти шторы вот и стоп-ап-даун то есть настроить их как нужно поэтому вчера когда мы прилетели мы их просто закрыли и нам ничего не мигало в лицо хотя старалась была одна вывеска там прямо била в глаз вот я хотела вам показать эту баночку это вчерашние кешью которые обошлись мне в 20 долларов я супер хотела есть и пока мы искали цену и все остальное я решила да ладно съем и все будет нормально ну и вот так не получилось не получилось 20 долларов душ и джаба классное постельное белье кстати мы с мужем выяснили как же все-таки купить себе его такое оно должно быть просто специальной плотности потому что та плотность которая продается в магазинах даже в той же самой кей на 300 единиц она ее недостаточно для того чтобы вот получить именно такое ощущение плотного белья качественного мы купили сейчас здесь в америке на 800 и это прям называется отельная серия как-то так то есть специальное но для отелей и стоит она немного дороже но если вы хотите вот этого отельного комфорта ощущения таких хрустящих простыней то делать это именно так нужно это уже мы выясняли очень долго и так это работает и что еще хотела вам показать и рассказать а ну у нас остался санузел так и вот сам санузел гигантская ванна мне кажется что редкость для отеля такая красивенькая так шкафчик в котором я не знаю что и он закрыт ладно так а в душе мне понравилась интересная такая штучка там ведь есть полочка как бы на которую можно сесть и вот единственное что мне не нравится это вот эти американские души которые невозможно направить ну например не намочить голову и помыться вот это неудобно вот так ничего красивенько тут еще тоже я расположилась и сразу же тут не приправим так как мы на два дня не стала на это заморачиваться но вот этим я не люблю вот такие раковины тем что как только чуть где-то брызги все это видно и не круто но в целом номер очень крутой реально отдыхается а вот эта штучка мне еще понравилось на ней включается свет вот сколько раз меня видно вот надеюсь вам понравился этот рум-тур надеюсь люди которые смотрят мой канал основной Ольга Качанова посмотрели этот рум-тур здесь тоже поставили ему лайк и если вам интересно то как мы проводим время в Вегасе как мы были в Нью-Йорке как мы были в Бостоне то переходите и смотрите влоги там много всего интересного